Проехаться с ветерком по трассе здоровья вдоль моря, по велоэстакаде. Кому-то уже посчастливилось испытать эти чувства, но этот проект вновь закрыли на реконструкцию и откроют теперь либо в конце мая, либо в начале июня. Об этом сообщили в городском управлении дорожного хозяйства. За это время этот участок трассы здоровья покроют полимер бетоном. А вот связано ли это с оползнями и с движением грунта слева от лестницы, об этом чиновники не сообщают. Извините, не устали ли вы еще носить велосипед по лестнице? Очень устала. Дополнительные нагрузки. Уже соскучились за велоэстакадой? Уже, может, проехались, успели раньше? Конечно, уже туда поехали, назад. И как там были, как ощущения, как вообще вам покрытие? Абсолютно нормально, я не знаю. Ну, там местами, конечно, не очень там, где плита, а вот здесь на мосту прекрасное было покрытие. Мне даже тяжело спускаться, очень. Сколько весит ваш велосипед? Примерно, как я, в процентном соотношении. А вот вниз еще понятно, вы его так сказали, а как наверх поднимаете его? Да, наверх нам помогли, какие-то добрые мужчины. Забор и ленты – день чудесный. Всего два месяца назад Росдорстроя читался о готовности эстакады и нового участка трассы здоровья между 8 и 10 станциями Большого фонтана. Но, оказалось, доделали не все. Эстакада была готова и практически готова на 99,9%. Осталось только провести работы по окраске с целью защиты монолитного железобетона и нанесению финишного слоя на саму эстакаду. На прошлой неделе были начаты подготовительные работы. На этой и следующей неделе будет уже полностью устроен финишный слой. А поскольку эти работы не подразумевают прохождение пешеходов и проезд велосипедистов, то, естественно, с целью их проведения она перекрыта на время проведения данных работ. Пешеходы и велосипедисты успели хоть и недолго, но насладиться маршрутом, а также обратили внимание на шероховатости. Вообще классная идея, конечно. Очень прикольно. Во-первых, едешь и море, с одной стороны, с другой стороны зелень, и тебя прям охватывает ощущение полета. По нареканиям, дорогу надо доделать все-таки. Потому что там плитка, она ходит туда-сюда, недоделанная дорога, это единственное. Это в каких местах? Ну, там на подъеме. А вот как будут укреплять сам склон, пока не ясно. Неучтенный при проектировании эстакады оползень никуда не делся и продолжает угрожать обрушением особняку, который в 2013 году был самым дорогим из выставленных на продажу в Украине. За него просили 10 миллионов евро. У горожан свое мнение на этот счет. Ну, может, не уверена, что она выдержит обвалы всякие. Я не знаю. Тут связано с тем, что земля двигается. Ну, то есть, не земля двигается, а здесь глиняная местность, и она осыпается. Мой велосипед маленький, мост большой. Если начнет падать, я быстро свалю оттуда. Я безопасно себя чувствую. Вот если бы я была на Камазе, я была бы стрём. Ну, так, чуть-чуть пугает, чуть-чуть страшно. Строительство объекта, напомню, начали еще в начале 2018 года. Полностью сдать его планировали в июле того же года, однако сроки постоянно сдвигались. В марте под эстакадой начали строить многоуровневый паркинг. Работы на объекте временно прекратились. А в мае 2019 на ремонтируемом участке обнаружили оползень. Пришлось укреплять склон. В итоге объект до сих пор не сдан. Его стоимость с 28 миллионов гривен возросла уже до 74. И еще нужно закончить участок велодорожки в районе Морской симфонии. После эстакады в сторону жилищного комплекса Морской симфонии мы строили еще и, ну, не строили, а, собственно, устраивали велопешеходную дорожку, которую мы еще не довели до логического завершения. Там остался участок порядка 200 метров. Все это было обусловлено тем, что необходимо было, а, завершить строительство самой эстакады, б, собственно, строился паркинг. В прошлом месяце работы по паркингу, которые влияли на производство нами работ по завершению самой велопешеходной дорожки, они завершены. И сейчас мы предпринимаем организационные моменты для того, чтобы их возобновить и завершить самую велопешеходную дорожку. Дмитрий Богомолов, Константин Ищерет, телеканал «Репортер». Продолжение следует...